Московская область 14% от нашей и так немалой базы И в этом году рассчитываем на увеличение в районе 820 миллиардов рублей Если к абсолютным цифрам прошлого года обратиться То в прошлом году у нас было около 650-670 миллиардов Таким образом, темп роста достаточно хороший И объем роста достаточно хороший Выросли за счет многих ключевых проектов Это и проекты в автомобилестроении Это проекты в машиностроении, станкостроении Крупный проект в фармкомплексе Мы в настоящем году достаточно успешно смогли отработать По более чем 35 странам Инвесторов из 35 стран Которые вложили в экономику региона свои инвестиции По итогам прошлого года Объем несырьевого экспорта из Подмосковья Составил 6 миллиардов 320 миллионов долларов На какие объемы вы рассчитываете в текущем году И какие предприятия стоят в приоритете Мы поднимемся немного Это где-то будет в районе 6,5 миллиардов Растем в среднем около 6-7% в год В среднем по стране это хороший показатель Но для нашего региона мы считаем недостаточный Подмосковье может и должно в этом отношении Вырасти к 2024 году в районе свыше 10 миллиардов долларов Объема экспорта, но для этого потребуются дополнительные меры поддержки Хорошим показателем нашей экспортной линейки Нашей экспортной программы является широкая дефицированность тех продуктов Которые мы поставляем У нас около 40% нашего пакета Это те продукты, которые разделены в сегменте на достаточно мелкие позиции Это позволяет говорить об устойчивом экспортном потенциале региона При этом Подмосковье уже в настоящий момент занимает неизведирующих в стране Строчек по показателям не сырьевого экспорта Как вы сами понимаете, ни газа, ни нефти на территории региона нет Наша база не уходит ничего в сырьевую экспортную аренду Мы в настоящий момент дополнительно к тем мерам поддержки, которые были у экспортеров в прошлом году И существуют в текущем году А это меры, связанные с выставочной деятельностью Компенсация расходов на выставочную деятельность Меры, связанные с переводом материалов и помощи В выходе на внешние рынки через различного рода выставочно-конфекционные схемы Мы в настоящее время одобрили пакет мер, связанных с компенсацией стоимости сертификации Это достаточно трудоемкая, а иногда и очень высокостоимостная статья расходов наших экспортеров И второе, мы будем компенсировать часть логистики, которую экспортеры в настоящий момент платят для доведения товара до границы По нашему мнению, подобного рода меры позволят повысить конкурентоспособность наших экспортеров на внешних рынках И как следствие увеличить объем экспорта Дополнительно к тому спектру, который в настоящий момент по экспорту существует в промтоварах Мы достаточно серьезно рассчитываем на рост экспорта в сельхозы Продукция здесь потенциал хороший Мы впервые в этом году экспортировали в Канаду наше зерно, выращенное на территории Подмосковья Вроде бы не самого сельхозориентированного региона, но тем не менее смогли добиться такого серьезного успеха на внешних рынках Естественно, это направление мы собираемся развивать в виде экспорта не только сырья, но в том числе и готовой продукции Для этого у нас есть программа, связанная с созданием мест переработки сырья в готовой форме продукции Это кластеры глубокой переработки? Это кластеры глубокой переработки Первый такой кластер мы по поручению губернатора реализовываем в сыре Так называемая сырная долина Мы считаем, что в настоящий момент показатели и региона, и в целом ЦФО По потреблению сыра должны соответствовать тем объемам, которые у нас существуют по производству В настоящий момент, естественно, потребление намного больше, чем производство Мы, естественно, кооперация с нашими федеральными коллегами В том числе привлекая большинство производителей, как нашего региона Так в том числе сейчас уже обращаемся к производителям молока на территории соседних субъектов Мы ориентированы на то, чтобы создать серьезный кластер по переработке Который позволит в этом отношении практически все технологические переделы в производстве сыра Разместить на территории одного индустриального парка Это позволит нашим инвесторам достаточно плотно, во-первых, сотрудничать между собой Потому что многие из этих ингредиентов они используют в своей производственной линейке, закупая у соседа И второе, естественно, это снизит себестоимость начала своего бизнеса на территории Подмосковья Потому что площадка, которую мы готовим в рамках этого кластера Вместе со всей готовой инфраструктурой будет предоставляться бесплатно Дополнительно к этому по сыру мы готовы компенсировать до 20% капитальных затрат, которые инвестор понесет Таким образом, по нашему мнению, наиболее благоприятное место для того, чтобы начать свое сырное вело Как раз создается в рамках этого индустриального парка Дальше мы, естественно, не останавливаемся только на сыре Мы будем строить еще три перерабатывающих кластера Мясное, тесквость и зерно И в том числе все, что связано с растеневодством Так называемый овощной набор Подмосковья исторически Славно своими как раз сельхозпредприятиями по производству в открытом грунте И в этом отношении в настоящий момент это должно завершиться созданием производства и переработки Указанная сельхозпродукция, опять же, в уже готовые виды потребления К этому мы считаем добавиться в том числе и та сельхозпродукция, которая выращивается на закрытых грунтах А где эти кластеры будут расположены? Рафаминский, Дмитровский, Богородский районы Это те первые кластеры, которые мы в настоящий момент определили Проектирование по ним уже по поручению губернатора ведется Соответственно, к стройке приступим в следующем году А сырный кластер уже готов будет к приему первых резидентов в конце первого квартала следующего года С какими инвестиционными проблемами сталкивается подмосковный регион? Вы знаете, есть характерные проблемы только для московского региона Есть типичные проблемы для, наверное, любого региона Российской Федерации Во-первых, надо сказать, что в настоящий момент, естественно, субъекты Российской Федерации Конкурируют не только между собой, но в том числе и с другими международными площадками В том числе восточноевропейскими И здесь совокупность тех условий, которые мы предлагаем инвестору В том числе мера административного сопровождения инвесторов Должна в этом плане соответствовать, как мы говорим, мировому стандарту Матмосковье, начиная с 2013 года, планомерно работает по созданию индустриальных парков Подготовленных территорий, инфраструктурно подготовленных территорий Для того, чтобы принимать подобного рода инвесторов Мы считаем, что нужно максимально сократить время подготовки территории Самим инвесторам для начала строительства его профильного предприятия Поэтому газ, электричество, вода, очистка, дорога Это все должно быть создано к моменту, когда инвестор пришел уже к нам После этого вступает в силу наш Центр содействия строительству Специальная организация, которая занимается получением всех разрешений Сопровождением до момента введения объектов в эксплуатацию Это новая мера, которую мы предложили инвесторам Немногим более полутора лет тому назад Она работает по принципу единого окна для инвестора С выделением отдельного менеджера Таким образом, вы получаете все услуги в одном месте Мало того, отдельно закрепленный человек знает всю историю этого проекта И может достаточно квалифицированно советовать в выборе того или иного решения И следующее, естественно, мы задействуем в продвижении на рынок Сам рынок Московской области по себе является одним из крупнейших в Российской Федерации В дополнение к этому, естественно, в случае, если у инвестора возникает необходимость в помощи в вхождении в сети Мы используем наши партнерские взаимоотношения с ними Таким образом, в настоящий момент я могу сказать, что у нас существует так называемая цепочка мер поддержки Начиная с бумажного проекта и заканчивая уже воплощенным в металле и железе В металле и в бетоне проектом на территории региона В Московской области сейчас успешно развиваются особые экономические зоны Расскажите, какую пользу они принесли региону в этом году и как будут развиваться в ближайшей перспективе? Московская область действительно является лидером в стране по количеству особых экономических зон Но не только по количеству, но в том числе и по качеству Дубна – лидер в стране По рейтингу Минэкономразвития Российской Федерации Она занимает первое место Истук, Фрязина и Ступина Это две зоны, которые мы открыли в 2015 году, не так недавно Но, тем не менее, тоже успели себя зарекомендовать крайне неплохо И входит в десятку лучших зон Российской Федерации И грамотное использование этого инструмента Он, на самом деле, является одним из наиболее эффективных Дубна привлекает около 25 компаний в год А в настоящий момент у нас около 140 резидентов И у нас уже заканчивается третий этап Третий участок особо экономической зоны Мы будем ставить вопросы о дополнительном расширении На мой взгляд, успехом Дубны является как раз готовность инфраструктуры к приходу инвестора И грамотное сопровождение управляющих компаний Тех инвесторов, которые располагаются на территории Если говорить относительно перспектив Опять же, оценив удобство использования этого инструмента Для определенной категории инвесторов Мы сейчас прорабатываем возможность создания еще дополнительных двух Особых экономических зон Они будут специализироваться, каждая, на своем виде Или категории инвесторов В Кашире мы планируем создать зону, которая будет энергоизбыточна И таким образом привлекать те предприятия, которые требовательны к энергетике Это в том числе высокотехнологичные предприятия, предприятия Новый ОТОКС В Дедомодедово мы собираемся вместе с нашим партнером, банком ВТБ Делать большую особо экономическую зону Транспортно-логистического хаба и перерабатывающего комплекса Которая должна нам позволить привлечь, опять же, достаточно интересную категорию инвесторов Занимающихся переработкой как продукции питания, так и крупных товарных партий Приходящих из-за рубежа для того, чтобы производить конечные виды продукции на территории Российской Федерации Если с Каширой мы планируем по дате подачи в федеральное правительство заявку оформить уже в этом году Только Максимхе требуется дополнительное время, но в первом квартале следующего года также заявка должна будет уйти Очень рассчитываем на то, что наши федеральные коллеги нас поддержат в этих инициативах Дубна – это особо экономическая зона, а индустриальные парки? Индустриальных парков у нас 73 в настоящий момент Это также самое большое количество, при этом Московская область от своего ближайшего конкурента Отделяет кратное количество индустриальных парков То есть второй от нас претендент имеет половину меньше от того количества, которое имеем мы Но, опять же, вопрос не только в количестве, а сколько в качестве наполнения У нас в настоящий момент около 30% заполненность индустриальных парков И мы работаем над теми мерами поддержки, которые позволят нашим индустриальным паркам более эффективно привлекаться При этом есть успешные индустриальные парки, у которых уровень загрузки уже выше 80% И на примере как раз таких индустриальных парков мы сейчас коллег, которые менее успешны, выводим на новые показатели Но те меры поддержки, которые мы предложили со стороны региона, должны позволить индустриальным паркам более активно развиваться В частности, наши меры поддержки по компенсации стоимости инфраструктуры Наши меры поддержки, связанные с поддержкой экспорта И наши меры поддержки, связанные с подготовкой специального технического персонала за счет региона На мой взгляд, как раз влияют на принятие положительного решения О размещении на территории Подмосковья, в том числе на территории индустриальных парков В конце ноября пройдет пятый международный агропромышленный молочный форум О чем будете говорить в этом году и какова его значимость для развития региона? Знаете, очень интересный вопрос У нас молочный форум пять лет тому назад начинался с того, что мы говорили относительно необходимости И возможности производства молока на территории не только Подмосковья, но и Российской Федерации Говорили о том, как много мы потеряли в позициях в прошедшие десятилетия Говорили относительно того, какие инструменты должны быть использованы для того, чтобы возродить молочные производства В настоящий момент мы уже дошли до стадии, когда рассуждаем на тему Как то, что мы производим, успешно реализовывать И где пределы того насыщения рынка, которые раньше казались безграничными Сейчас мы уперлись в достаточно существенный потолок, связанный с потребительской способностью Текущий форум как раз будет ориентирован на то, что мы будем обсуждать вопросы переработки Как один из инструментариев повышения объема рынка И в том числе повышения возможности перерабатывать и сбывать продукцию в больших объемах Сейчас мы видим, что продукция классического применения практически на высокую степень доля рынка Заполнена именно российским производством А вот продукция, скажем так, переработанной категории Она до сих пор пока в сегменте соотношения российского и иностранного Присутствует не в, скажем так, справедливых пропорциях Мало того, наши переработчики, к сожалению, не всегда имеют в пользу Те новейшие технологические приемы, которые позволяют им добиваться справедливой конкуренции С зарубежными производителями Именно подобного рода вопросам будет посвящен форум Мы попытаемся раскрыть секреты тех технологических новинок, которые существуют на рынке в целом В том числе оценить экономические перспективы переоснащения производства, модернизации производства И, естественно, будем говорить в отношении того, какие продукты наиболее востребованы в настоящий момент рынком На чем следует делать акцент тем, кто рассчитывает на свой рост производства Желаю вам удачи и спасибо большое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok